И сразу выложишь к себе в сторию... Конечно, как этот самый, как компромат. Да. Так вот, я рассказываю, а вы, зрители, слушайте и запоминайте, не надо там ничего мне писать, вякать, там что-нибудь возражать. Дерево – это прежде всего. Как слушать гитару? Ни в коем случае нельзя подключать шнуром в комбик. Если вы знакомитесь с гитарой, то первое знакомство должно быть без всяких комбиков. Потому что комбик убивает напрочь, вот первый аромат, первое знакомство. Случайный секс вот на улице встретился с бомжихой и завертелось. Комбик убьет это ощущение. Поэтому берем и чувствуем, чувствуем, вот, хвост ощущаем. Сиську вот так положите. Специальный вырез есть. Думаю, ты что, чтобы положить сиську, вот. Можно немножко вибрато поделать, чтобы почувствовать, как скрипит низерберный. Только на низерберовых ладах нормально раскрывается хорошее просушенное дерево. Потому что стальные лады – это, ну, просто хуйня собачья. Это я мягко еще выражаюсь. Детская площадка под окном, поэтому… Вот, только после того, как вы вот так послушали, можно еще, можно делать так. Индейцы древние играли прежде всего для себя и для богов. Потому что, поэтому их инструменты были очень тихие. Они прислонялись дудке к костям черепа и играли. Обожруются там своих кактусов, водяры свои глюкогенные. И его же. Поэтому мы, блюзманы, точно так же можем. Не обязательно ухом. Ухом – это то же самое, что, например, пить виски с кока-колой. Ну, такой же пиздец. Понимаете? То же самое слушать вот так вот ухо, как долбаек. Прислонить – так не делается. Ставим гитару аккуратно. И вот так вот просто голову прислоняем и слушаем. Берем аккордик. Все, выключай.